Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Отношения, которые вышли за рамки. Юлия Бабаева стала жертвой собственного мужа, правда, бывшего. По словам девушки, в течение 15 часов он избивал ее в квартире, не давая ни выйти, ни позвонить. Сейчас дело бывших супругов слушается в Ленинском суде Владимира. Какого наказания требует прокурор и адвокат, и что говорит сам подсудимый? Из зала суда репортаж Константина Миронова. Когда Юлия принимала предложение руки и сердца от Магомеда, она и предположить не могла, что их история закончится так. Сегодня в зале суда женщина обвиняет бывшего мужа в применении психического и физического насилия. 2 апреля бывший супруг пришел к ней на съемную квартиру, а дальше началось страшное. В течение 15 часов Магомед, как рассказывает Юлия, избивал ее, не давая ни уйти, ни позвонить. Даже на сегодняшний день я не могу понять, до моей головы не доходит, как можно совершить такие дерзкие, страшные преступления по отношению к человеку, которому ты жил, который был твоей второй половиной, с которым ты ел с одного стола. Для меня это непонятно. То есть, если в отношении меня совершается такое преступление, какие могут быть преступления по отношению другим людям? Сегодня Юлия настаивает, чтобы ее бывшего супруга посадили. Родственники Магомеда уже предлагали ей компенсацию, но от любой помощи девушка отказалась. На судебном заседании Магомеда Бабаева приехал поддержать отец. Подсудимый уверяет, что и сейчас они публично готовы принести свои изменения всей семьей. Ну, не было, чтобы мои родители не приезжали к вам, Юлия. Приезжали. Ну, зачем вы говорите тогда? Ну, никто не извинялся. А? Ну, никто не извинялся. Просили просто забрать заявление. Государственный обвинитель хочет посадить Магомеда на три года и один месяц в колонию поселения. Несмотря на то, что дело рассматривается в особом порядке, гособвинитель попросил суд не учитывать раскаяние подсудимого, потому что сотрудничать со следствием Бабаев начал только оказавшись в СИЗО. То наказание, которое просила сторона государственного обвинения, обусловлено общественной опасностью совершенных преступлений, а также оценивав совокупность сведений о личности, которые были исследованы в ходе судебного следствия. Сторона защиты просит отпустить подсудимого. Ведь он уже раскаялся, говорит адвокат. К тому же мужчине дали хорошие характеристики по месту жительства и работы. Еще один аргумент в пользу защиты. Магомед уже два месяца содержится в СИЗО. А там один день по закону приравнивается к двум в колонии поселения. Адвокат уверен, на четыре месяца за решеткой достаточное наказание для ее подзащитного. Я прошу реальный срок лишения свободы. Хотя, если говорить о месте нахождения самого Бабаева, то реальнее, чем СИЗО, для него срока лишения свободы не бывает. И на сегодняшний день даже государство обратило внимание на то, что должна заработать статья 72 Уголовного кодекса, которая должна пересчитывать время нахождения в СИЗО. В последнем слове подсудимый еще раз раскаивается. Магомед Бабаев уверяет, даже телефон бывшей жены он разбил не для того, чтобы скрыть переписки с угрозами, которые, по словам Юлии, там были. А чтобы посторонние люди не увидели их счастливых совместных фотографий. Все, о чем он сегодня просит, это прощение. Сегодня судебное заседание не поставило точку в деле бывших супругов. Приговор Магомеда Бабаева зачитают в понедельник, 12 октября. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Кормят область и страну. В Суздале в пятницу участвовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Перед векам и ветеранам отрасли вручили благодарности и грамоты Администерства сельского хозяйства, Администрации области и ЗАГС Собрания. Отметили также лучших по профессии. В списке награжденных около 100 человек. Какие районы признали лучшими по сельхозпоказателям и что предстоит сделать в новом году, узнала Маргарита Махрова. Собрали хороший урожай, заготовили на зиму достаточно корма для животных. С такими итогами регион завершает этот год. Лучшими районами по сельхозпоказателям признали Суздальский, Муромский и Судогодский. За добросовестный труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждают в Суздале. Надежда Кулёва экономист. Работает в СПК в Юрьевпольском районе. В этом году она одна из лучших по профессии в регионе. Сельское хозяйство само по себе сложный процесс. Потому что это сезонное производство. И не всегда есть экономические выгоды, чтобы что-то приобрести и здесь сделать. Ну и в то же время это интересный труд. Вы знаете, я уже 34 года в этой профессии. Начинала с АЗОВ. И у меня очень были хорошие учителя. А фермер Владимир Кочетков получил благодарность Министерства сельского хозяйства. Более 13 лет он занимается разведением животных, рыбы и птицы. Самая сложная проблема – это реализация, это сбыт. Если, значит, руководство области, новое руководство области будет нам уделять достойное внимание и поможет с отбытной продукцией, мы можем это наращивать, как бы сказать, не в один раз. О том, что сельское хозяйство нуждается в поддержке и развитии, в своем выступлении подчеркнул и губернатор области Владимир Сипягин. В числе приоритетных направлений – улучшение инфраструктуры на селе, увеличение мясного животноводства и активная разработка ранее неиспользованной земли. Сейчас областная администрация ударными темпами, и я буду к этому подключаться, создает механизированный отряд по вводу в оборот неиспользуемых земель. Это наша общая задача. Также будем в целом модернизировать отрасль. По программе областного лизинга за 10 месяцев 2018 года приобретено 93 единицы техники и оборудование на общую сумму 387 миллионов рублей. Будем здесь и дальше идти теми же ударными темпами. К слову, как отметил губернатор, в 2019 году увеличат финансирование по государственной программе на развитие сельского хозяйства. Если в 2018-м было 580 миллионов рублей, то в следующем будет почти 800. Хотел бы особо отметить развитие таких направлений. Племенной животноводства, молочные скотоводства. Неплохо мы в последние годы, и в этом году в том числе, развиваются в каких-то направлениях, как переработка мяса и молока, как производство кондитерских хлебобулочных изделий. Это все ваш труд. Без этого ничего не было. В числе главных задач на ближайшее будущее – увеличение экспорта продукции в соседние регионы и за рубеж. Сегодня президент нам ставит другую задачу, уже более ответственную. Это за 4 года мы с вами должны поставлять на мировые рынки больше, чем завозить. За хорошую работу и вклад в развитие сельского хозяйства наградили около 100 работников, руководителей предприятий, фермерских хозяйств региона. Их отметили медалями, дипломами и благодарностями, в том числе от аппарата президента, ЗАГСобрания и администрации области. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Наполнение муниципальных бюджетов, кадровые проблемы и разграничение полномочий разных уровней власти. Сегодня во Владимире открылась всероссийская научно-практическая конференция «Местное самоуправление перед лицом современных вызовов». Представители районов и сельских поселений, депутаты и столичные эксперты обсудили, что же мешает властям на местах развивать экономику, строительство и повышать уровень жизни населения. Среди основных проблем развития муниципалитетов была названа финансовая обеспеченность городских и сельских бюджетов. Большая зависимость многих муниципалитетов от федеральных и областных денег не дает своевременно решать проблемы людей на местах. Участники конференции намерены вынести этот вопрос на правительственный уровень и добиваться увеличения доли налоговых поступлений в местные бюджеты. Здесь, конечно, есть определенные моменты, которые надо отстаивать. Это чтобы больше налогов оставалось на местном уровне в наших городах, районах, потому что именно финансовая составляющая является ключевой, потому что основной круг вопросов, который непосредственно касается жизни жителей наших регионов, они в первую очередь решаются местным самоуправлением. Поэтому, конечно, вот этот вопрос первый, который надо решать, обсуждать. И я думаю, что это вопрос, который надо отстаивать на федеральном уровне в первую очередь, потому что это связано с системой налогообложения. Конечно, это вопрос кадрового обеспечения, потому что мы понимаем, что профессиональных кадров на сегодняшний день не всегда хватает на различные должности. Местные самоуправления и те полномочия, которые наделены сейчас в муниципалитеты, оно должно, в том числе и бюджетная сфера, она должна подходить снизу. И формирование бюджета должно происходить, как уже во многих государствах происходит, снизу, не сверху вниз, а снизу вверх. Вот, может быть, этот опыт как-то мы донесем до руководства, высшего руководства страны. И, может быть, здесь уже слышат некоторые посылы отсюда. И тогда, я думаю, это же все делается для наших граждан, которые живут в городах и в малых деревнях. И тогда вот она поменяется что-то в данном случае уже в лучшую сторону. Особое внимание, по мнению экспертов, в области государственного устройства нужно уделить нынешней системе разграничений полномочий разных уровней власти. Сейчас регионы вправе самостоятельно решать, какими вопросами городские районы администрации должны заниматься, а какими нет. И это часто негативно влияет на развитие территорий. В качестве примера привели как раз город Владимир. Почти год назад по инициативе бывшего губернатора Светланы Орловой мэрию лишили возможности утверждать градостроительные документы. В результате Владимир теряет часть налоговых доходов и не может без оглядки на Белый дом определять дальнейшее развитие областного центра. Вопрос возвращения администрации градостроительных полномочий уже обсуждается в законодательном собрании и в мэрии. Очень рассчитывают на его положительное решение. Сейчас как раз обсуждается на рабочей группе в законодательном собрании. Я думаю, все депутаты у нас очень грамотные люди. Они примут то решение, которое не примут, то будет правильно. Я считаю, что все должно быть на земле. Потому что сам интерес и сбора налогов и всего, он здесь должен. А область обязана просто контролировать все эти процессы. И если где-то видит нарушение, конечно же, вмешиваться в данный процесс. Когда мы говорим о вопросах, связанных с территориальным планированием, с градорегулированием, градостроительством, состройкой территории и так далее, это исконные вопросы местного самоуправления. Кому, как ни городу, определять, каким будет его лицо. И с этой точки зрения, я считаю, что, конечно, действия субъектов федерации, которые изымают у муниципальных образований такие исконные вопросы местного значения, не способствуют развитию территории. Более того, часто они еще и способствуют конфликтам. Жители очень часто недовольны позицией региональных властей в части решения вопросов благоустройства. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Еще один заместитель Светланы Орловой ушел с поста. Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков подал в добровольную отставку. Соответствующий указ сегодня подписал глава региона Владимир Сипягин. Михаил Колков был одним из первых соратников Орловой, которые появились в 33-м регионе после ее назначения в Рио-губернатора. Напомним, Колков курировал в администрации области социальную политику, спорт, медицину, образование, культуру, туризм и молодежную политику. При его непосредственном участии были реализованы многочисленные программы развития сети ФАПов, ремонт поликлиник и домов культуры. На Пекинке в аварии серьезно пострадал ребенок. ДТП случилось 8 ноября около 10 часов вечера в районе улицы Куйбышева. По предварительной информации, грузовой автомобиль Scania во время разворота не пропустил Рено Логан, который ехал по встречке. В результате произошло столкновение. От удара у легковушки смяло капот. 23-летний водитель Рено получил травмы. Пострадали в аварии и двое его пассажиров. Женщина 23-х лет госпитализирована в больницу с диагнозом перелом вертлужной впадины бедра. А полуторагодовалая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, ушиб губы. По факту ДТП проводится проверка. Уснул с непотушенной сигаретой и поджег квартиру. Это случилось 8 ноября в суды, где около 9 часов вечера на пульт диспетчера судогодского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки. Через три минуты огнеборцы уже были на месте. Из окна четвертого этажа шел густой дым. Чтобы избежать жертв, пожарные эвакуировали из дома 30 человек. По предварительной информации дознавателей, хозяин квартиры не затушил сигарету и уснул. Началось тление вещей, дым быстро распространился по квартире. Мужчина проснулся и пытался справиться с горением самостоятельно. Не удалось. Во время тушения хозяин квартиры уронил керосиновую лампу, из которой вытекло горючее, и пожар только усилился. Мужчине удалось выбраться из квартиры. Прожиточный минимум во Владимирской области за третий квартал 2018 года снизился на 23 рубля. Его размер теперь составляет на душу населения 9754 рубля, для трудоспособного населения 10623, для пенсионера 8206 рублей, для детей 9744 рубля. Эти показатели используют для оценки уровня жизни населения 33 региона при разработке и реализации социальных программ для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам и для формирования бюджета области. Киберпанк на сцене театра. Владимирские актеры театра «Кукол» представили на суд зрителей новую постановку с ограничением возраста 16+. Спектакль по пьесе красноярского драматурга Александра Хром в «Этедзе». Это современная притча о том, как владелец компьютера постепенно становится инструментом, которым овладевает машина. Это постановка о молодежи и для молодежи. Одним из первых ее увидел близкий к театру человек и мой коллега Алексей Дудин. Такого в театре «Кукол» еще не было. На сцене постановка для зрителей старше 16 лет. В одном действии соединены и современные видеоиллюстрации, и 3D-графика, и хореография, и яркие костюмы. Зрителя такая картина завораживает. А сами актеры признаются, в таких обстоятельствах работать непривычно. Когда есть живой партнер на площадке с тобой, ты можешь с ним работать, и он там где-то может подождать тебя, если ты вдруг что-то забыл, или там где-то подловить, помочь. А с компьютером тяжелее. Тут нужно очень точно знать реплики, очень точно знать отрезки времени. Сергей Тульский – исполнитель главной роли, программиста Макса. Из-за собственного эгоизма герой теряет друзей и любимую девушку. Оставшись в одиночестве, молодой человек создает им универсальную замену друга-медвежонка Тедди. Для начала посмотрим, что у тебя с памятью. У нас в роте не памяти. Ну да. По полной интеллекту ты не блещешь. Всего 256 гигов. Маленький плюшевый медвежонок растет не только физически, но и интеллектуально. Игрушка, превращаясь в монстра, приводит своего создателя к трагическому финалу. Получился настоящий триллер с элементами комедии. Именно то, что так любит современная молодежь. Я не хотел, я не хотел насилия. Тебе нужна была Анна только для наслаждений. Я тебе их дал. И даже больше, чем могла бы дать тебе Анна. Ты хотел жестоко наказать Бориса. Он наказан. Что не так? В ростовой кукле медвежонка Тедди находится Юлия Ларичкина. В таком костюме выдержать полчаса под светом софитов очень тяжело, признается актриса. К слову, и маленького медвежонка тоже играет она. И у этой куклы есть свои особенности. Пока ты не найдешь общего языка с куклой, пока она не станет тобой, пока ты не станешь ей в первую очередь, ничего не получится. Подростки с интересом наблюдают за происходящим. Даже новостную ленту в соцсети не листают. Они поняли главную идею постановки. Без компьютера и интернета в современном мире никуда. Но нельзя, чтобы виртуальная реальность заменяла живое общение. Человек заражается интернетом, виртуальной реальностью. И весь погружается там. И в реальной жизни ничего не делает. Я больше за здоровый образ жизни и за спортивные игры. Спектакль «Тедди» планируют поставить в репертуар. И хотя возрастное ограничение постановки 16+, посмотреть его может и 14-летний ребенок. Но в сопровождении взрослого. Никита Каргаев, Алексей Дудин, Егор Хребко, 6 канал. И последнее. Увидеть необычный спектакль, позаниматься спортом в парках города и отправиться на выставку. Несмотря на ноябрьскую серость за окном, в выходные владимирцам всегда есть чем себя порадовать и куда отправиться. Мои коллеги традиционно для вас подготовили афишу самых интересных мероприятий. Я предлагаю ее вашему вниманию. Интересная программа для детей и взрослых в эти выходные подготовили городские парки. Гостей Довросельского в субботу ждет программа «Лесные сказки». Ответить на интересные вопросы и узнать много нового об окружающем мире можно будет в 11 утра. В центральном парке в полдень посетителей ждет игровая программа «Свежий воздух». Ее организаторы подготовили для всех интересные и забавные испытания. В «Дружбе» в этот же день ждут юных любителей спорта. Там пройдет спортивная игровая программа «За здоровый образ жизни». Начало в 11.30. Кроме того, в парке «Дружба» стартовала полюбившаяся владимирцам акция «День дерева». В преддверии Нового года деревья в Днецентральной аллее снова украсит яркими вязаными изделиями, которые принесут горожане. Создатели самых красивых и необычных работ в финале акции конкурса наградят призами. В этом году деревья можно оформить в образы героев советских мультфильмов. Украшения можно сделать из любого вида тканей, пряжи, нитей, войлока, фрагментов одежды и декора. Главное, чтобы получившийся персонаж был узнаваем. Украшения должны легко крепиться и сниматься, не травмируя деревья. Акция проводится до 13 декабря. Подробности можно уточнить в администрации парка «Дружба». А любители спорта в эту субботу смогут поддержать футбольный клуб «Торпеды». На малой спортивной арене черно-белые проведут домашний матч. В 17-м туре первенство России среди команд группы «Запад» 2-го дивизиона Владимирские футболисты сыграют с московской командой «Чертанова-2». Начало в 14.00. Завершить вечер субботы интересным спектаклем предлагает городской дворец культуры. На малой сцене, что на Горького 69, покажут спектакль «Триптих» и «Объяли меня воды» по произведениям Рея Брэдбери. Его сыграют артисты театра студии «Новая сцена». Начало в 19.00. В воскресенье 11 ноября на выставку приглашают Центр пропаганды изобразительного искусства. Там открылась персональная выставка владимирской художницы Людмилы Михайловой. Ее живописные работы раскрывают тему связи человека и природы. Каждая картина – это своеобразный разговор художницы со зрителем. И это все, о чем вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru и в наших группах в социальных сетях. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю приятного вечера и отличных выходных. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Субтитры предоставил DimaTorzok Влажность воздуха 70%. Окна Плофен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok